В Штатах сейчас происходят бурные события, которые отодвинули множество мероприятий, которые сами по себе представляют особенный интерес и, возможно, так или иначе, повлияют на развитие глобальной ситуации в самой ближайшей перспективе. Например, за все более скандальным развитие импичмента президента США уже никто не обращает внимания на то, что в начале декабря состоится саммит НАТО в Лондоне, официально посвященной 70-й годовщине основания Альянса. А ведь там может произойти все что угодно, поскольку такой непредсказуемой, внутринатовской ситуации просто никогда не было. В самом деле, жесткий переговорщик Трамп в своей критике НАТО договорился до того, что допускает вероятность выхода США из Альянса. Похоже на то, что он уже настолько вытоптал поляну вокруг Белого дома, что рядом с ним просто не осталось людей, которые могут схватить его за галстук или другое более удобное место, и шепотом спросить «Старик, у тебя крыша поехала?». Но, видимо, с уходом в лучший мир сенатора Маккейна, запретившего президенту США даже присутствовать на своих похоронах, таких людей там действительно не осталось. И хотя к выходкам Трампа военные союзники США уже привыкли и могли бы списать все на особую его своеобразность или деменцию, то есть же деятели и помоложе, которых трудно заподозрить в чем-то подобном. В преддверии саммита эту же песню спел и президент Франции Макрон, который все больше напоминает тряпичную куклу, которая умело управляет рука кукловода, засунутая сзади. А кроме того, сейчас Турция, а вернее Реджеп Ардоган, вытворяет все больше вещей, которые идентифицируют ее кем угодно, но не страной-членом НАТО. Был бы жив Варшавский договор, можно было бы что сравнивать. И вот на фоне такого раздрая близится этот самый саммит в Лондоне, который с головой накрылся Брекзитом и грядущими выборами. Лично мне очень понравилось заключение одного из видных экспертов по НАТО, который сказал примерно так. «Я считаю, что там все пройдет хорошо, но как же замечательно, что меня там не будет». Но есть и другие события, которые уж точно не попадают в поле зрения наблюдателей, которые отслеживают иранскую ядерную эпопею. Скажем так, чем дело идет дальше, тем более стойким является ощущение того, что Тегеран вот-вот расскажет, что он таки создал ядерное оружие и возможно даже испытает его в каком-то отдаленном пустынном районе. Причем оно может быть названо иранским, а будет ли оно привезено из РФ или КНДР – второй вопрос. Важно то, что Иран давно поставил себе цель получить ядерное оружие и таки получит его, если не предпринять каких-то решительных мер. Только, боже упаси, не в исполнении жесткого переговорщика. Так, в США к 46 месяцам заключения приговорен некто Дехзад Паурганнат. В течение 10 лет он и его сообщники эксплуатировали длинную схему вывода из США материалов, которые не могут поставляться в Иран и вообще имеют ограничения по экспорту, поскольку могут использоваться в производстве ракетно-космической техники и ядерного оружия. Что характерно, товар перебрасывался через десятки рук, чтобы в конце концов оказаться в Иране, и если таки Тегеран получит ядерные боеголовки, то часть материалов, обязательных при их изготовлении, будут американского происхождения. Интересно еще и то, что этот деятель базировался в Германии, где чувствовал себя спокойно более 10 лет. Оттуда он и руководил каналом поставок запрещенных материалов. Слава Богу, что Германия еще может экстрадировать подобных деятелей, в отличие от той же Австрии с ее фирташем. Но с другой стороны, в ходе импичмента вываливается тоже много интересного. Но не импичментом единым живет этот мир.